Вопросы профилактики терроризма обсудили сегодня в Доме правительства на заседании антитеррористической комиссии. Сегодня в центре внимания предотвращение трагедий, подобных той, что произошла недавно в Керчи. А вчера в Татарстане ФСБ задержаны 18 сторонников, запрещенные в России террористической группировки ИГИЛ. По данным спецслужб, эти люди намеревались совершить ряд резонансных акций на территории России и присоединиться к боевикам в Сирии. В Чувашии пока ситуация стабильная, все силы направлены на раннее выявление противоправного поведения. Вовремя выявленные признаки отклоняющего поведения несовершеннолетних позволяют организовать адресную профилактическую работу или точечную работу и не допускать всяких разных правонарушений. Огромная ответственность ложится на руководителей учреждений образовательной сферы, классных руководителей, кураторов учебных групп, педагогов, психологов, социальных педагогов. И на тех медицинских работников, которые у нас закреплены по штатной численности и работают в общеобразовательных учреждениях. Помимо педагогов, надежда на самих молодых ребят и их лидеров. Они, как никто другой, знают, чем живут и интересуются сверстники, имеют влияние в своем окружении. Также в республике создана кибердружина, члены которой отслеживают в сети запрещенную информацию. Предотвратить терроризм можно только при взаимодействии всех заинтересованных сторон. Количество лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях, за последние два года увеличилось в три раза. Это те, которые только мы судим по своим. Количество ежегодно регистрированных преступлений экстремистской направленности с 2013 по 2018 год выросло более чем в два с половиной раза. Количество ежегодно выявленных административных правонарушений экстремистской направленности увеличилось в 5,5 раз. В этом году ужесточили наказания за ложные телефонные сообщения о терроризме. Преступникам за подобные звонки теперь грозит штраф от 200 тысяч до 2 миллионов рублей или лишение свободы до 10 лет. С учетом статистики и региональных особенностей будет разработан комплексный план по профилактике терроризма на следующий год. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.